Дмитрий Глухов Бюджет Обнинска на 2022 год утвержден в первом чтении Нам действительно сложно увеличивать каждую тысячу рублей, миллион, не говоря больших сумм В Доме культуры ФИИ была открыта памятная доска в честь Давида Гонюха Возможно, криминал В Малоярославецком районе участились обращения в ЗАГС для смены фамилий, имен и отчеств Мы там понаменяем, а там на человек уголовное дело заведено Или долгов в кучу В библиотеку старого города передана книга «Брестская крепость» Она приняла участие в памятном автопробеге по местам боевой славы 5 декабря, в День воинской славы России, в городе воинской доблести и трудовой славы Людинова Состоялась торжественная церемония открытия памятника участникам Людиновского подполья Идейным вдохновителем проекта стал президент фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедия И анимации народный артист России Николай Расторгуев В числе приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны Тружники тыла, дети войны, малолетние узники, родственники, близкие героев Людиновского подполья Учащиеся в общеобразовательных учреждениях, юноармейцы, жители города Обращаясь к присутствующим, Владислав Шапша отметил, что открывая этот монумент Мы отдаем долг уважения и памяти молодым ребятам, нашим землякам Мы отдаем долг уважения и памяти молодым ребятам, нашим землякам Которые, в общем-то, юными людьми, только-только окончив школу Стали бороться с врагами, с фашистами Очень непростой обстановки Трудно представить, что прошли эти ребята Совершив свой беспримерный подвиг Они погибли, но их имена стали символом мужества и героизма Руководитель области выразил благодарность народному артисту России Николаю Расторгуеву За замечательную инициативу, скульптору Александру Рожникову За глубокий и высоко художественный образ юных людиновцев Чин освещения монумента свершило духовенство Людиновского района Право открыть памятник людиновским подпольщикам было предоставлено почетным гостям И учащимся общеобразовательных учреждений Завершилась торжественная церемония возложением цветов В понедельник губернатор области Владислав Шапша Принял участие в открытии производства компании Калужский цветочный холдинг Расположенный на территории сельского поселения Недельное В Малоярославецком районе В своих социальных сетях глава региона подчеркнул Благодаря реализации этого инвестпроекта Восстановлены производственные мощности обанкротившегося предприятия Розовый сад Объем вложений инвестиционного проекта составил 2,6 млрд рублей Площадь закрытого грунта на предприятии составляет 27 гектаров Открытого 23 гектара На территории располагаются 5 отдельно стоящих теплиц Где используется по большей части зарубежное оборудование В каждой закрытая экосистема предусмотрена автоматическая вентиляция Помимо этого строения оснащены газовыми генераторами, котлами И интегрированными системами когенерации тепла Предусмотрены системы очистки воды и орошения Холодильные камеры, сортировочные машины и другое необходимое оборудование Калужская область – регион, который широко известен в России Своим промышленным развитием Мы каждый год открываем по несколько новых предприятий Для нас, для калужан, наш любимый регион – это еще и красота А красота, такая красота, конечно, достойна прекрасных цветов Мы гордимся тем, что здесь, на этой территории, не изменяя профиля производства Вновь цветочная фабрика Прекрасное творение очень трудолюбивых рук В регионе, где 5 месяцев в году температура ниже нуля, средняя Это, конечно, очень непростое дело Губернатор выразил уверенность, что стараниями сотрудников и руководства холдинга Это производство сможет занять лидирующие позиции в стране и мире На предприятии выращивается множество сортов роз, гербер, различные сезонные растения Тюльпаны, лилии, гиацинты и другие За 2020 год было произведено более 6 миллионов цветов на срезку 2 миллиона однолетних растений В 2023 году рассчитывают выйти на проектную мощность и иметь выручку в 2,5 миллиарда рублей Количество работающих на предприятии планируют увеличить до 350-370 человек Заказчики готовой продукции в основном крупные торговые сети Гендиректор предприятия поблагодарила руководство области за оказанную поддержку Нам еще предстоит очень много Мы стараемся улучшать стандарты качества и объемы производимой продукции И надеемся, что нам с вашей помощью это удастся На арт-объекте, созданном к открытию, генеральный директор холдинга и губернатор области Оставили свои автографы Для Владислава Шапши провели экскурсию по теплицам, где выращиваются цветы Вот сколько от таких маленьких кустов до взрослого растений цветами? Ну, смотрите, у нас получается первое... Ну, как бы, роза растет не 3 года, а 5 То есть она у нас может даже до 6-7 доходить в зависимости тоже от сортов и от ее производственности От высадки до первого среза получается 6 недель Это прям первый, так называемый, технический, который в основном идет, на самом деле, в пригибку для формирования крона Вот как здесь уже видно И второй срез получается еще через 6-7 недель То есть всего через 15-16 недель мы получаем первый срез И дальше, по сути, ежедневно он так и продолжается Во время осмотра помещения, где выращиваются кустовые розы, Владислав Шапша посадил один куст сам На добрую память и удачу новому производству, написал в соцсетях губернатор На очередном заседании Обнинского городского собрания депутаты рассмотрели важный вопрос, касающийся бюджета Наукограда на 2022 год и плановый период 2023-2024 В рамках рассмотрения проекта решения городского собрания о бюджете города на 2022-й и двухлетний плановый период Депутаты заслушали прогноз социально-экономического развития По информации Валентины Труновой, исполняющей обязанности начальника отдела экономической политики администрации города Предполагается ежегодное увеличение значений большинства экономических показателей К концу планового периода прогнозируется рост промышленного производства и объема строительных работ Увеличение суммарной прибыли городских предприятий и средней заработной платы В октябре 2021 года вступило в действие постановление правительства Российской Федерации За номером 1779 о создании инновационно-научно-технологического центра парк атомных и медицинских технологий И НТЦ создадут в Обнинске Основные направления центра – ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационная технология, новые материалы и лазерные технологии НТЦ – это совместный проект МИФИ, Госкорпорации Росатом, Курчатовского института и правительства Калужской области Реализация проекта по созданию инновационного научно-технологического центра позитивно повлияет на экономику Наукограда В конечном счете, и НТЦ станет мощным стимулом для развития промышленности в целом по Калужской области Людмила Коновалова проинформировала обнинских парламентариев об основных параметрах бюджета Обнинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Общий объем доходов бюджета города на 2022 год прогнозируется в объеме 6 млрд 385 млн рублей На 2023 год 5 млрд 746 млн рублей На 2024 год 5 млрд 782 млн рублей Расходы бюджета на 2022 год составят 6 млрд 619 млн рублей В 2023 году 5 млрд 903 млн рублей В 2024 году 5 млрд 907 млн рублей Константин Капинус представил народным избранникам заключение, согласно которому бюджет города был рекомендован для рассмотрения в первом чтении Председатель Обнинского городского собрания отметил, что с 2018 года до настоящего времени расходная часть бюджета Обнинска выросла с 4 до 6 млрд рублей Это связано с реализацией мероприятий национальных проектов Строятся новые школы, детские сады, проспекты, которые требуют увеличения расходов на содержание Однако Татьяна Леонова подчеркнула, что сегодня Обнинск нуждается в новых источниках дохода Нам действительно сложно увеличивать каждую тысячу рублей, миллион, не говоря о больших суммах Но тем не менее мы понимаем эти приоритеты Поэтому спасибо огромное, что мы выступаем как действительно такой очень слаженный механизм, который много времени тратит перед тем, как принять решение Но если мы принимаем решение, мы соответственно идем с вами вместе до конца Основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были утверждены городским собранием единогласно Планируется, что бюджет во втором чтении будет приниматься на заседании представительного органа Наукограда 14 декабря Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ На планерке главы администрации Малоярославецкого района заведующая ЗАГСом сообщила Стало больше обращений граждан по смене имен, фамилий и отчеств Большинство делает это по семейным обстоятельствам Глава администрации считает, что подобные случаи надо тщательнее проверять Скорее всего, с привлечением правоохранительных органов А то мы там понаменяем, а там на человек уголовное дело заведено Или долгов кучу, понимаете? Перед Малорославец, трое заказчиком, перед Калужским водоканалом Или перед нами, как перед государством, да? Какой-нибудь земельный налог не платит и все остальное А поменяешь фамилию, потом как нам претензионную работу вести? Поэтому давайте посмотрим, чем вызвана данная тенденция такая, понимаете? Она меня пугает Когда человек меняет фамилию и имя отчество, тут надо задуматься Один из десяти, может быть, нуждается в этом, да, по семейным обстоятельствам А другой там или налоги, или алименты не платить и все остальное, понимаете? А потом мы признаем семью малоимущим, потому что папа там поменял или кто-то там поменял, да? И потом Юлия Викторовна приходит нам и говорит, Вячеслав Викторович, дайте нам дотацию, увеличьте нам дотацию У нас район-то, он вроде самый большой, да? Ну, один из самых больших там С Боровским, с Дзержинским одинаково, да? Но если в Боровске 1200 предприятий, понимаете? Малого и среднего бизнеса, да? То у нас там сколько? Две с половиной ИПшников? Две четыреста Две четыреста, понимаете? А где эти две четыреста? Их нету Нету, половина нету Одно из условий получения гражданства Российской Федерации – это открытие ИП И почему-то оно открывается в Малорославском районе, понимаете? Фамилии меняются в Малорославском районе Необходимо проверить и тех, кто уже успел поменять данные за последнее время И тех, кто только собирается это сделать, заявил Вячеслав Парфенов Уверение руководителя отдела, что тенденция к смене фамилий, имен и отчеств Есть не только в Малорославском районе и Калужской области Главу администрации района не убедили 5 декабря в Доме культуры физико-энергетического института Состоялось торжественное открытие памятной доски В честь известного музыканта и основателя обнинского джаз-клуба Давида Гонюха В год 75-летия со дня рождения Давида Гонюха В память о нем до кафе установлена мемориальная доска Она находится на том самом месте, где впервые расположилась оркестровая комната В которой собирались музыканты, друзья и соратники Давида Абрамовича В годы становления и развития джазового движения в Обнинске А то, что эта доска появилась, то, что собрались люди, которые захотели ее создать Простить память, давить Те люди, которые любят джаз То, что мы собрались здесь все вместе Это значит самое главное Джаз жив Его личность – целая эпоха, ярчайшая краска в жизни Первого Нокограда Для многих горожан Давид Гонюх олицетворял джаз как вид искусства Созданный Гонюхом джаз-клуб прожил более 30 лет и стал местом приобщения к джазу для нескольких поколений жителей Он был блестящим представителем своего времени – ученый, джазмен и свободомыслящий человек 26 апреля 2015 года он ушел из жизни в возрасте 69 лет Но созданная им атмосфера, говорят друзья и близкие, ощущается и сегодня Это был изумительный совершенно человек и очень преданный музыке И мне кажется, что он многих, кто приходил сюда слушать музыку и не знаком был с этим направлением джазовым В конце концов он открывал глаза и помогал понять джаз Это была изумительная музыка, она и сейчас звучит, мы все его помним Давид Абрамович Гонюх в свой трудовой путь начал инженером отдела радиофизики и электроники где ему поручали трудные и ответственные задачи по разработке сложнейшей аппаратуры в области передачи данных Он автор нескольких изобретений и более 50 публикаций в научных, в том числе и зарубежных журналах Свою музыкальную жизнь начал еще в средней школе в Оркестре русских народных инструментов Затем бас-балалайку сменил контрабас, а волна относительной творческой свободы дала возможность пробовать себя в разных жанрах Естественно, попав в Обнинск, он тут же стал играть в эстрадном оркестре Германа Миронова А затем вместе с несколькими единомышленниками создал ансамбль традиционного джаза известного сегодня как Обнинский Дикси-Лэнд Он привел город, он вас всех объединил, нас всех объединил Ему многое удавалось, я знаю, что многие москвичи ездили в Обнинск послушать джаз Потому что те, кто приглашал сюда, кого Давид Абрамович приглашал, они все были великолепного уровня джазисты Идея создания джаз-оркестра стала главной в жизни Давида Гонюха Жители прогрессивного города смогли услышать музыку, которая ассоциируется со свободой Затем последовала не одна сотня концертов, каждый из которых это договоры с музыкантами, афиши, реклама, транспорт, прием гостей, аппаратура, звук, деньги Колоссальная ответственность перед каждым музыкантом и каждым зрителем Фестивали любительских джазовых коллективов, диктеландовые дни, новогодние сессии, концерты для юных зрителей, цикл телевизионных передач о джазе Обнинск знают еще и как город джаза качественного уровня Так было и так есть Елена Филина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ В среду в Точке кипения и Атении Яумифи состоялась встреча студентов ВУЗа с Евгенией Симоновой, эковолонтером и экопросветителем Основной темой стал раздельный сбор отходов и то, насколько важную роль в этом процессе сыграет экологический центр, который планируют создать в Обнинске Евгения Симонова подчеркивает, она не эколог, а экологист, то есть экологического образования у нее нет Зато есть неравнодушие к окружающей нас среде и желание как-то изменить текущую плачевную ситуацию в обращении с отходами Примерно 450 килограммов отходов в год генерирует каждый из нас, приводит цифру эковолонтер И значительная часть этих отходов отправляется на полигоны Когда одни полигоны переполняются, открываются новые, а на месте прежних остается мертвая земля Необходимо сделать так, чтобы на свалки отправлялось как можно меньше Для этого нужно тщательно все сортировать и перерабатывать Мы считаем, что наиболее эффективный для этого способ это создание экоцентра Потому что именно только если будет экоцентр, можно максимальное количество фракций отправлять на переработку У нас в городе вообще очень большие молодцы администрации поставили более 200 контейнеров оранжевых Мы, может быть, их видели, как раз они для того, чтобы люди туда отходы свои, именно которые можно отправить на переработку, выбрасывали Но население не понимает, как правильно разделять отходы Они находятся в таком ощущении, что это, ну как бы, все, что туда они принесут, все будет переработано Но это не так Мы были на экскурсиях, на сортировочных центрах и так далее Мы понимаем, что отбирается там максимум до 10 фракций, если не меньше Грубо говоря, все только крупное и то, что можно продать Потому что сортировочные центры это все-таки частные организации, которые должны получать за это деньги Никто там не будет выбирать блистеры или чеки или там еще что-то, потому что это совершенно никак не повлияет на их финансовые показатели В экоцентре и просветят, и отходы грамотно рассортировать помогут Здесь сложные фракции, упомянутые блистеры и чеки, можно накапливать И людям нужно знать, куда можно это все принести Сейчас собранные и рассортированные экологами города отходы вывозятся в музей мусора, а оттуда в Москву Евгения Симонова объясняет, что так есть уверенность, ничего не выкинут, ничего не пропустят и отвезут на переработку Акции экологи Обнинска проводят несколько раз в месяц Евгения Симонова рассказывает, что каждый раз приходит все больше народу и нужна помощь волонтеров Понадобятся они и чтобы дежурить в экоцентре на приеме вторсырья Сейчас мы в первую очередь работаем с детьми в школах и мы видим перспективу в студентах Потому что мозг у молодого поколения пока не закомплексован какими-то шаблонами, стереотипами и так далее И они гибкие, они предлагают идеи, они интересуются И они имеют очень много энергии для того, чтобы внедрять что-то новое и менять жизнь вокруг себя Старшее поколение, заставшее Советский Союз, авоськи, конфеты в кульках, молоко в стеклянных бутылках, возможность сдать стеклотару Тоже приходит на акции экологов, но все же им трудно снова перестроиться, в какой-то степени вернуться назад Делится наблюдениями Евгения Симонова Сегодня эко-волонтеры Обнинска видят отклик населения Тема заботы о будущем планеты не безразлична людям Они готовы приходить на акции в выходные, даже может быть не в самое удобное для себя время Количество участников постепенно растет 9 декабря в России отмечалась памятная дата – День Героев Отечества Накануне в библиотеке «Старый город» собрались кадеты Городского технического лицея Активисты общественной организации «Волонтеры Победы», руководители ветеранских организаций Обнинска Состоялась передача книги «Брестская крепость» в фонд учреждения История этого экземпляра необычна. Почему? Смотрите далее Книга Сергея Смирнова, изданная в 1965 году, подробно и практически из первых уст рассказывает нам о страшных днях и подвигах, совершенных в Брестской крепости, в самые первые дни Великой Отечественной войны Депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин в этом году вместе с волонтерами Победы совершил автопробег под названием «От Буга до Байкала», в ходе которого книга смогла попутешествовать до Брестской крепости и вернуться обратно На страницах остались воспоминания и теплые слова от ветеранов, историков и общественных деятелей Собственно говоря, после того, как случился вот этот замечательный автопробег Главной связующей, наверное, нитью, которая была в этом автопробеге, вот эта замечательная книга, которую Татьяна и Елена Николаевна отправили в долгое путешествие И мы все никак не могли завершить передачу вот этого экземпляра книги в библиотеку, потому что, ну, разные обстоятельства Ковидные ограничения там, болезни какие-то там, другие мероприятия Сегодня удалось собрать всех участников автопробега в нашей вот самой старейшей библиотеке города Обнинска В связи с тем, что наше поколение – это поколение счастливых людей, потому что нас воспитывали ветераны, да То наша задача теперь передать все, на чем мы выросли и воспитали уже другому поколению Чтобы дети помнили, ценили и были частью нашей Родины 55 лет назад точно такую же книгу купили в киоске крепости участники экскурсионной поездки из Обнинска Там они встретились с писателем Сергеем Смирновым лично и с живыми еще на тот момент защитниками крепости Те поставили автографы Сейчас молодежь нового поколения из Калужской области, принявшая участие в автопробеге в Брест, подарила нам экземпляр из того же тиража Первую запись с теплыми пожеланиями в нем сделал на границе губернатор Владислав Шапша, поддержавший акцию Теперь обе книги будут храниться вместе, рассказала собравшимся заведующая учреждением культуры Елена Цевцевадзе К слову, книга «Брестская крепость» – это второй экземпляр, который находится в библиотеке Сегодня, объединяя усилия, стараются рассказать о каждом, кто принимал участие в славных и страшных событиях военных лет Потому что память о защитниках Отечества должна сохраняться на долгие годы Зима наступила, были морозы, выпал снег Многих жителей Обнинска интересует, когда и какие катки под открытым небом будут залиты в городе в этом году Председатель комитета по физической культуре и спорту Константин Олухов поделился информацией о подготовке льда Планируется залить 8 катков, это в принципе традиционное количество для Обнинска Они распределены по микрорайонам города Администрацией города было принято постановление, где конкретно обозначены адреса площадок, на которых будет заливаться лед Это 4, 7, 10 школы Маркса 73, Энгельса 26 Также заливается каток в городском парке Не забываем про естественный каток, который будет на Белкинских прудах И Долгининская 8, это Солнечная долина, там тоже управляющая компания планирует сделать каток Также планируется каток по согласованию с Фоксфитнесом Около них они традиционно тоже делают ледовую площадку, где нужно будет покататься Будет лед и на площадке на Красных Зорь Из перечисленных платный каток только один в городском парке Чтобы попасть на все остальные, нужны только желания и коньки Председатель комитета не исключает, что будет залит еще и каток на улице Калужской На стадионе труд льда вновь не будет Работы по утрамбовке снега, чтобы лить воду на подготовленную спрессованную прослойку, уже потихоньку идут Так нужно, чтобы не повредить резиновое покрытие на площадках, объясняет Константин Олухов Для асфальтовых кортов ограничений таких нет Ждут более постоянных погодных условий Если в один день минус, а на следующий опять оттепель, лед не зальешь Нужны морозы до минус 10 градусов, и чтоб держались несколько суток На протве официальные места для катания организовывать не намерены Вода подвижная, есть перепады толщины льда, и это опасно, объясняет Константин Олухов Комсомольские пруды сочли невостребованными Когда-то там расчищали небольшое пространство, но ажиотажа не наблюдалось Другое дело водоемы около Белкинского парка По договоренности с усадьбой Белкина, да, будет расчищаться площадка для катания И будет поддерживаться в состоянии для того, чтобы было удобно жителям покататься А там вот у нас рыбаки любят посидеть, будет как-то отслеживаться, чтобы они там лунок не набурили? Я думаю, что мы предусмотрим этот момент, как бы продумаем Ну, в прошлые годы мы с этим не сталкивались, как бы Конечно, случаются конфликты интересов жителей, в чьих дворах заливают лед И тех, кто приходит туда покататься, поиграть в хоккей На улице Красных Зорь, например, просили включить освещение вокруг корта Но, по словам председателя комитета, от окрестных домов поступало много жалоб На фонари, горящие в вечернее время, поэтому их сейчас не включают В основном такие ситуации решаются мирным путем Люди относятся с пониманием, уверяет Константин Олухов Это была программа «Постфактум» на канале Обнинск ТВ Увидимся с вами на следующей неделе До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова